Всех приветствую! На связи Гончаров. И в этом видео я буду рассказывать вам и показывать, как можно установить на сайт под управлением системы Joomla плагин, который отвечает за вывод уведомления об использовании файлов cookies. Если кто не знает, что такое файлы cookies, то я вам сейчас объясню. Это такие временные файлы, которые хранятся на вашем компьютере. Откуда они появляются там? Они сохраняются теми сайтами, которые вы посещаете. И в этих файлах сайты хранят какую-то информацию о вас. Может быть это и быть паролями, может быть это какие-то поисковые запросы, какие-то настройки сайта касательно именно вас. Например, может быть вы сталкивались с таким, что когда вы заполняете какую-то форму, а потом вы перезагрузили страницу или что-то случилось, браузер закрылся, вы снова заходите на этот сайт, а там уже все поля, которые вы заполняли, они там остались. То есть вам не нужно по новой вводить данные. Вот за это отвечают временные файлы cookies. Соответственно, это называется сбором данных, то есть мы фактически собираем данные у пользователя, который посетил наш сайт, и мы должны его об этом уведомить. То есть как минимум мы должны повестить, что мы собираем данные для того, чтобы там сделать наш сайт лучше и удобнее для его использования. И пользователь должен просто нажать я согласен, либо я в курсе, но в общем он должен знать, что о нем собирают какие-то данные. Как это делать? Способов масса, но я буду сейчас рассказывать про тот, которым пользуюсь именно я. На Joomla можно установить плагин, который за это отвечает. И есть такой плагин. Его разработали разработчики из Joomshaper. Как его установить? Ну, во-первых, под видео будет ссылка для перехода на страницу загрузки этого плагина, но вы перейдете, если вы не зарегистрированы и не авторизированы на этом сайте, на их, да, то там вам потребуют, ну, с вас потребуют авторизацию. Так как у них можно скачать, он бесплатный, но без регистрации и авторизации этого не получится сделать. Поэтому я советую вам зарегистрироваться. Ну, а я сейчас просто пройду авторизацию и скачаю данный плагин. После того, как я авторизовался, захожу в расширение. Дальше вижу вот этот плагин, он второй по счету, бесплатный. Называется он SP Cookie Consent. Заходим в информацию о плагине. На синюю кнопочку нажимаем. Здесь мы нажимаем на Download и вот здесь мы можем сами его скачать. Нажимая снова Download и пошла загрузка. Плагин весит немного, поэтому он уже скачался. Открываем загрузки. Все, у нас плагин скачан. Дальше. Нам нужно с вами зайти в панель управления нашего сайта и в раздел расширения, менеджер расширения и установить. Сейчас мы это сделаем. Я обычно устанавливаю просто перетаскиванием из папки на компьютере вот в это поле загрузки. Все, плагин у нас установился. Что теперь мы можем с вами сделать? Нам нужно зайти в расширение плагина и найти этот плагин. Здесь плагинов много, поэтому чтобы долго это не искать, пишем просто в окошке поиска комбинацию букв SP и нажимаем лупу либо Enter. Там сразу находит ряд плагинов и вот здесь мы видим наш систем. Это системный плагин SP Cookie Consent. Он у нас выключен по умолчанию. Зайдем в него и давайте его сразу же включим. Включим и сохраним настройки. После этого давайте перейдем на нашу главную страницу и мы вот внизу видим сразу же, видите, появился наш баннер, сиреневый фон, надпись и кнопочка. Пока нажимать ничего не будем. Давайте вернемся в настройки нашего плагина и сейчас мы его настроим немножко. Что здесь за надпись? В этом окне вы можете написать все, что угодно. В частности, например, то, что мы собираем данные о вас, да, мы размещаем там файлы cookie для того, чтобы вам было удобнее работать на нашем сайте. Так, или же, например, на каком-то другом сайте вы были, вы увидели вот у них всплывающее это окно и вам понравилась и формулировка. Поэтому вы можете взять просто скопировать с другого сайта. Тут не принципиально. Я в данный момент просто скопирую английский вариант, да, демо записи и просто воспользуюсь переводчиком от Яндекса и переведу эту фразу и обратно размещу. Это просто для того, чтобы вам показать на примере. Эта надпись в переводе гласит «Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте». Ну, немножко костляво для русского языка, но пускай будет так. Потом заходите, переделайте по-своему. Что здесь еще можно делать в этом окошке? Это окошко воспринимает html-разметку. То есть вы здесь можете сделать еще дополнительно какую-то ссылку, например, на политику безопасности, ну не политика безопасности, как правильно сказать, политика обработки персональных данных. Давайте сделаем. Нам нужно с вами сейчас задать здесь гипертекстовую, ну гиперссылку, да, на документ. Это делается вот таким образом. Это в принципе не обязательно, но я вам просто покажу. Может кто-то не знает, как это делать. Мы пишем вот эту комбинацию html-тега, дальше равно, двойные кавычки, и в кавычках мы должны прописать какую-то ссылку. Ну давайте я пропишу ссылку на какой-нибудь общедоступный ресурс, например, ВКонтакте, vk.com. Далее. Мне нужно здесь задать вот такую цель. Я хочу, чтобы наша ссылка, при клике на нее, открывалась не в этой же странице, да, то есть чтобы у нас сайт, страница, на которой находится пользователь, не перезагрузилась на новую, да, а чтобы ссылка открылась в новой вкладке, то есть во вкладке рядом. Для этого нам нужно задать вот эту вот цель, да, вот этот тег target, двойные кавычки, и там написано бланк. Все, дальше мы закрыли наш тег, и теперь мы должны еще с вами сделать закрывающий тег, вот такой, с косой чертой. И по центру мы можем прописать политика политика обработки персональных данных. Все, теперь у нас с вами есть ссылка. Дальше. Текст на кнопке мы можем написать, я согласен, согласен. Цвет баннера у нас будет, давайте не сиренево, давайте какой-нибудь синий сделаем. Текст оставим белым. Ссылка пусть будет, ну, таким немножко сероватым, да. Цвет button background, то есть цвет кнопки давайте сделаем вот таким вот красненьким. Текст на кнопке сделаем, давайте, белым. Ну и позиция на дисплее, сейчас стоит bottom, это на всю ширину. Ну давайте сделаем bottom left и нажмем сохранить. То есть сейчас у нас плашка должна появиться слева. Обновим страницу. И вот у нас такая получилась с вами плашечка, такая окошечка, где мы разместили наш текст. Есть ссылка на политику обработки персональных данных и есть кнопка я согласен. Если пользователь нажмет на политику, у него в новом окне открывается, ну там страница нашего сайта, где размещена, например, политика. Пока я здесь сделал просто ссылку на ВКонтакте. И при нажатии на кнопку я согласен, эта плашка, она пропадет. Все, она исчезла. Мы оповестили человека, он понял и закрыл. Если мы обновим еще раз страницу, она больше не появится. То есть она может появиться, например, через там какое-то время, либо вы, если зашли с другого браузера, с другого там IP или что-то подобное, и сайт расценивает вас как нового пользователя. И снова вам напоминает о том, что на сайте используются cookies файлы. Вот. В принципе все, что я хотел вам рассказать, это несложно все эти действия. Выполняйте все последовательно и у вас все обязательно получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, отмечайте колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых роликов. У меня на этом все. Пока-пока.